привет друзья спиннингисты сегодня у меня будет видео на тему как сделать воблер своими руками воблер я буду делать из бальзы вернее воблер то уже сделан это вот такой воблер очек он выполнен на тему хамакуру spider мало света немножко как есть поближе немножко это ни в коем случае не копия хамакуру это лишь воблер на его вариацию воблеру многих уловистый я подумал почему бы мне не сделать похоже на него по той же самой концепции но думаю сделал его меньше менее пузатым а по весу длине примерно таким же примерно такие размеры воблера головли едят крупные головли я хочу крупные головли вот поэтому попробовал сделать вот что получилось вы уже видите конце видео когда я его крючки будет наверное видно даже поближе его вот кому интересно как это все происходило смотрите далее а кому не интересно можете промотать видео в конце посмотреть как он плавает в ванной ну естественно там в ванной испытания это такое себе на воде он еще не был но как есть так есть кому понравился не забудьте поставить лайк это нужно не то что мне лайки нужны а для продвижения канала и все такое чем больше вы будете подписываться и ставить лайки писать комментарии тем youtube будет понимать что канал этот вам интересен а если youtube будет понимать что канал вам интересен я тоже буду снимать подобные видео вот короче как то так все пока дальше смотрите как я это все делал чао так имеем вот такой брусочек брусочек из бальзы немножко потресканный но не критично сейчас сделаю разметочку то что нам нужно примерный размер он вообще 41 миллиметр но я буду делать чуть меньше сейчас примерно прикину конечно под 41 но буду делать чуть меньше все-таки скорее всего под наши условия ловли у нас мелкий головы крупного нет практически кило плюс редко выпадается вот вот такая разме . ее еще перенесу на бумагу чтобы было примерно удобно прикидывать что у меня там получается ну или на такой же брусочек вот тоже скорее всего перенесу чтобы чисто прикидывать на ходу когда буду точить это все размерность вот мы все дальше увидимся после того как будет заготовочка готова а вот человек то вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, продолжаем. Гобблер на тему Хамакуру Спайдер. Вот такие вот несколько несуразные заготовки. Это прям, конечно, сильно отличается. Но, как я сказал, это будет гобблер на тему. Нечто издалека похожее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделал такой пропил под лопатку. Продольный пропил сделал под закладные. Высверлил отверстие сзади под капсулу. Капсула будет не столько погремушка, сколько для системы дальнего заброса. Ну, как бы, чтобы летело хорошо. Ну, и некоторый звук тоже будет иметь. Вот. Сейчас я при помощи ножа, наждачной бумаги и такой-то матери попытаюсь довести их до ума. Дальше покажу, что получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему-то, когда гиперлап включаю на замедленную съемку, вернее, вверхускоренную, выпадает все из кадра. Вроде тут и кручу, а оно выпадает. Ну, короче, ребята, вот такая история должна у нас получиться хитрая. Вот. Посмотрите. Видите? Вот так я тут нарезал воблерочек пока предварительно. Еще подточу. Работа авторская. Как я говорил, это на тему работа. Это не точная копия далеко. Это что-то должно быть похожее. Вот так это должно вставиться. И вот так это должно выглядеть. Две петелечки будут под усики. Вот. Вот такая вот система. Этот крючочек удавится, этот выдавится. Ну, в общем, еще во время клейки подрегулирую все. Все петельки. Вот такая вот заготовочка получается. Как видите, опилки я не выбрасываю, потому что сейчас я их смешаю с эпоксидкой и все это дело туда зафигачу. Кроме носа. Потому что здесь будет лопаточка устанавливаться. Здесь в последнюю очередь заклею. Вот так вот. Так что погнали. Короче, муторный сложный путь. Сделал вот такую лопаточку. Вот из остатков. Проволоку эту сделал. Немножко она сейчас гуляет. Самое сложное было ее подогнать. Каркас вот металлический. Прорезь лопаточки. Лопаточка вот так вставляется. Будет выровнена. Вот такая вот система. Сейчас дальше. Ну, ребрышки, видите. Шлифанул немножко. Нарисовал. Сделал. Не нарисовал, а вырезал. Вот. Вот такая вот. Заготовочка. Сейчас, значит, я что буду делать. Немножко еще утопится. Значит, я сейчас намешаю эпоксидку. И буду все заклеивать. Замешаю эпоксидку с опилками вместе. Вот она моя двухкомпонентный клей-момент этот, который я постоянно везде использую. Мешаем его. Хорошенько с отвердителем. Добавляем мелкие опилки. Крупные в сторону. Мелкие туда все. Там можно и крупные. Вот. Замешиваю все это. Вынимаю арматуру. Капсулу вам унимать уже не буду. Вот так намазываю в шуе все. Намазываю и собираю. Не знаю, друзья, как вам там видно все это. Не видно. Если делать это не на камеру, то это очень просто все делается. Точнее сказать, не сложно. Ну, относительно, конечно. Вставляем нашу лопатку. И везде добавляем еще клея. Где клей окажется лишним, потом счищу. И везде добавляем. все выставим все равно все буду покрывать еще с эпоксидкой перед тем как это дело все шлифовать это предварительная так сказать стадия я наверное все время ухожу стараюсь время уделять больше внимания изделия не камере конечно начинает клей схватываться начинает схватываться можно подзадать где-то объема где его не хватало все теперь оставляем вот так сохнуть так надо проверить сейчас лопату чтобы ровно стояла а то потом уже придется механическим способом выравнивать ну вот вроде ровно оставляем сохнуть ну вот а теперь при помощи ножницы плоскогубцев размер регулируем размер лопатки огрузку и все такое в общем у меня огрузки никакой не будет потому что он так играет медленная проводка и вот быстро и отрегулировал все я уже теперь лапки крючки ну красить сначала естественно хотя можно и не красить красивый получился в общем вот такая штука а кому интересно вот такой спиннинг зимний как его сделать смотрите в другом видео у меня как красиво гуляет ну что друзья товарищи сейчас что-нибудь покрасим ничего личного ничего серьезного я же не профессиональный изготовитель выборов поэтому красить буду примитивно при помощи губки а потом вручную нанесу рисунок и так друзья пришло время заканчивать наш фаблер очек на тему хамакуру как я уже говорил это не хамакуру это не копия это просто что-то нечто похожее вот вот такой воблер очек я его покрасил покрыл сверху эпоксидкой вот что мы имеем конечно покрасил я его как мог или не профессионал в окраске ну в общем осталось ему сделать ножки снарядить крючочки для этого я возьму вот такую штучку и с нее возьму несколько будущих ножек для нашего воблер очка даже не знаю каких цветов взять возьму и тех и тех и того и другого и может даже без хлеба возьмем таких наверное все зеленые полосатые возьму штучки по 4 в каждое отверстие запущу так что мы дальше делаем ох и не возьмешь руку такие тоненькие до длина наверно нормально подровняли взял вот такую проволочку тоненькую 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 сделал петельку можно взять такое знаете штучка есть приспособление чтобы продевать иголку нитку в иголку вот я сделал аналогичное приспособление абсолютно сейчас попробуем продеть продевая их сюда вот так раз и тянем что-то оборвалось надо было их смочить ребята точно надо было предварительно их смочить чтобы хорошо заходили вот вот сейчас подсмочил и пошло нормально уже забыл за этот нюанс я примерно равномерно берем вторую партию также продеваем нашу петельку сюда вставляем фиксируем ну и на этот раз смочим чтобы не было как прошлый раз и продеваем потихонечку потихонечку проскочила проскочила да не все повторим попробуем добавить ног одну ножку обрезала 2 2 ножки обрезала хотя из отверстия больше у меня вот это чуть получилось побольше чем первое но как видите не судьба все ноги запутались теперь без проблем проскочила все вот такое вот имеем мы вот такую приманку не знаю все должно быть красиво поэтому я сейчас все выровняю их по длине сейчас значит наряжаю крючками и провожу тесты в ванной вот такая приманка но все друзья ждем что получится дальше так испытание в ванной медленная проводка размашисто ведет по верху ну чуть быстрее подныривает и виляет условия конечно нормально проводку сделать не позволяют ванной ну вот для примера как получилось